Дорогие друзья, те, кто здесь, те, кто сейчас смотрят нас, мы благословляем вас во имя Иисуса Христа. Знайте и верьте в то, что имя Иисуса Христа Бог превознес выше всякого имени. Если это сделал сам Бог, никто этого не может отменить, это так будет и так и есть. И перед этим именем преклоняются любые проблемы, любые диагнозы, любые ситуации. Призывайте имя Иисуса и мысленно обращайтесь к Иисусу. Пусть ваша жизнь будет в унисоне с Ним. И прежде чем я буду говорить, я хочу сказать, также затронуть эту тему, очень важную тему веры. Мы, веря в Бога, можем умирать от голода. Мы, веря в Бога, который оправдал нас навсегда, можем оставаться грешниками в нашем сознании, так и не перейти из одной реальности в другую, так и не поменять статус. Вы знаете, когда девушка бегает, порхает, как бабочка, куда хочет, ходит, она свободная, она не занята, она симпатичная, красивая. Потом, когда она встречает молодого человека, она выходит замуж, ее статус меняется, она становится женой, у нее появляется ответственность. Также у парня ходил, бегал везде. Теперь у него есть семья, у него есть ответственность, он поменял статус. Также нам с Богом. Как мы жили, неважно. До Бога мы все жили во грехах. Если мы пришли к Богу, нам нужно поменять статус из грешника в праведника. И я хочу сказать, что это на самом деле такая правда, такая странная правда, что мы, веря в Бога, можем умирать от голода, как блудный сын. Он сказал, а я, сын его, умираю от голода. Друзья, без веры в Бога мы умираем от голода. Имея веру, мы можем быть богатейшими людьми. Иисус сказал, если ты имеешь веру с горчичное зерно, что ты можешь? Ты можешь позволить себе гору передвинуть, ты можешь позволить себе то, другое. Иисус позволял себе. Почему Иисус позволял себе такие вещи? Например, мертвого воскресить, открыть глаза слепому, потому что у него была вера. Поэтому давайте собирать веру. Давайте ее будем приобретать, удерживать и увеличивать. Вера зависит от общения с Богом. Она не может по-другому прийти. Пусть нас Бог благословит. И я вкратце хочу изложить эту тему о небесах. Верю, что Господь сегодня хочет, чтобы мы задумались о небесах. Тема называется «Размышляя о небесах». Размышляя о небесах. Иисус Христос пришел к нам с неба на землю, чтобы рассказать нам о Своем Отце. Примирить нас с Ним и привести нас на небеса, к Нему домой. Для чего? Для вечной жизни. Не просто погостить. Для вечной жизни. Небеса. Именно небеса. Это наш дом, наша Родина. Можешь жить в любой стране на этой земле, но знай, что все это временно. В какой бы ты стране на этой земле ни жил, считай, что это палатка. Вот к нам в гости приехал пастор Джон из палатки под названием Корея. Мы живем в палатке под названием Финляндия. Друзья, все на самом деле так и выглядит. Временно. Вот как Авраам жил в шатрах. Исаак и Иаков. Они жили в шатрах. Это временное строение. Собрал и перенес. Иисус говорил о небесах. Он учил молиться, обращаясь в небеса. Вочи наш, в случае где? На небесах. Он проповедовал о Царстве Небесном. До первого его проповедь. Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное. И в конце своего земного служения Он вознесся на небеса и воссел. Где? С правой стороны от Бога. Понимаете? Все видели, ученики собрались. Они видели, как Иисус возносился на небеса. И ангел пришел и засвидетельствовал. Он говорит, так, заканчиваем это наблюдение. Иисус, который вознесся на небеса, придет таким же образом. Аллилуйя. Так что небеса. Друзья, нам нужно задумываться о небесах. Нам нужно задуматься о небесах. Давайте мы откроем. Иоанна 14 глава с 1 стиха по 6 я буду читать современный перевод. Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в меня. В доме моего отца много комнат. И если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, я иду приготовить место для вас? И если сейчас я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Вы знаете путь туда, куда я иду? Иисус с учениками находился и говорит им, я иду туда, на небеса. В доме моего отца. Знаете, у отца небесного есть дом. Мы не знаем, как точно он выглядит. Но Иисус сказал, что у него есть дом и там есть очень много комнат. И он такой разговаривает, как будто, знаете, это обычно. Но знаете что, небеса это необычное место. Это вообще необычная тема. Потому что никто из людей вообще как бы не знал. Да, как бы все понимают, что люди умирают и куда-то уходят. Есть загробная жизнь. А что есть в небесах, что там хорошо. Вы знаете, Иисус, он реалист. И он говорит просто реальность, он рассказывает. Потому что он пришел оттуда. Он не родился так же, как мы. Он уже существовал до рождения на земле. Он уже существовал. У него был зрелый возраст. И он знает. Он говорит, вы знаете путь туда. Он говорит, ты знаешь туда путь. Как туда идти. Фома сказал ему, Господи. Вот Фома, да, вот вечно скажет что-нибудь. Мы не знаем, куда ты идешь. Иисус говорит, ты знаешь. Фома говорит, Господи. Что мы не знаем, куда ты идешь. Как же мы можем знать туда путь. Как же. То есть это вообще что-то закрытая тема для Фомы. И не только Фомы, для всего человечества. Смотрите, что Иисус ответил и сказал. Иисус ответил. Я есть путь и истина и жизнь. Вот он наш путь. Ты можешь рядом с Иисусом ходить. И говорит, да нет, я не знаю, когда Господь мне проговорит. Так он с тобой рядом. Я есть путь и истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Ты не можешь попасть на небеса. Да, ты думаешь, что ты веришь в Бога. Я хочу тебе сказать такую горькую правду. Но тебе ее нужно принять, если ты хочешь благо себе. Что вера в Бога тебя не спасет. Просто вера в существование Бога, просто. Я верю, что Бог существует. А она тебя не спасет. Тебе нужно принять Иисуса Христа. Тебе нужно принять Его в свое сердце, в свою жизнь. И поверить в Него. Это означает поверить Ему. А не то, что Он где-то есть. Знаете, как больной. Он может верить, что лекарство Ему поможет. Но ты пользуешься этим лекарством? Нет, ты не пользуешься. Это вера мертвая. Для нас готово место на небесах. Я хочу, чтобы каждый это услышал. Я хочу, чтобы мы это услышали. Это слово, оно обращено сегодня специально, целеустремленно, чтобы нас вдохновить, нас поднять, ободрить нас. Для нас готово место на небесах самим Иисусом Христом. Поэтому мы идем туда. Поэтому мы идем, друзья. Что же нам, живущим на земле, делать? Что? Вот мы дальше живем, да? Что нам делать? Готовиться к небесам. Готовься к небесам. Как в Библии написано, что невеста, она приготовила себя. Вот когда мы живем, зная, что мы пойдем на небеса и не готовимся, то, скорее всего, это невера. Это просто такая, знаете, как бы сказка, которую ты слышал однажды, что есть небеса, есть Иисус. Но ты реально не веришь, потому что по твоим действиям, по твоим результатам видно, на самом деле ты веришь в небеса или нет. Почему еще многие верующие грешат? Потому что они не всерьез воспринимают, что Бог святой. Ну, что все грешные, Бог примет таких. Почему они грешат? Потому что, почему могут жить двойной жизнью христиане? Потому что они думают, что небеса как бы все туда проведем. Там такой, знаете, такой очень легкий отбор. Просто признай Иисуса Господом и все. Просто скажи вот эти слова. Вот такой код такой, знаете. И все, и тебе уже сразу путь на небеса открыт. На самом деле это не так. Какая цель в христианской жизни? У христианина какая цель? Апостол Павел Филиппийцам 1,21 сказал, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Смерть, он говорит, что приобретение. Все остальные люди, которые не верят, которые считают своим раем и своим домом эту землю, они скажут, что смерть это потеря. И мы все так и видим, когда человек умирает, он теряет абсолютно все. Он теряет тело, он теряет имущество, он теряет родных, он теряет абсолютно все. Но Павел говорит, я приобретаю при смерти. Я приобретаю Христа, потому что я для него жил. Такой вопрос. Почему для многих христиан не время сейчас прийти на небо? Почему многие христиане, многие как бы хотят даже на небо, говорят, кто-то вообще не хочет, не спешит туда. Но почему вот христиане, когда люди, человеку веровал, почему он дальше живет на земле? Почему бы сразу Господу не забрать его? Есть разные мнения. Одно из таких пониманий, что небеса это совершенное место. Это культурное место. Иногда мы себя с Богом ведем бескультурно. Мы вообще не умеем с Ним разговаривать. Мы без уважения обращаемся к Богу. Вы где-нибудь видели, что Иисус без уважения обращался к Отцу? Нету вот этого, знаете, нету обучения как бы. Бог и Бог, Отец и Отец. Он все-таки Бог. Это святое место. И наши характеры, наше мышление, наша речь, наши приоритеты должны измениться. И Бог дарит нам возможность подготовиться качественно к небесам, к этой радостной, радостной встрече. Смотрите, в одном местописании, Иоанна 13, 36, здесь сказано, Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, Куда я иду? Ты не можешь теперь за Мною идти. А после пойдешь за Мною. Смотрите, Иисус говорит, Куда я иду? Куда Иисус шел? Домой, домой. Хотя Он из дома пришел на землю, чтобы восстановить наши разорванные отношения с Богом. Он их склеил, восстановил, рассказал. И Он говорит, куда я иду? Ты не можешь идти. Ты не можешь идти, Петр? Сейчас, какой ты? Сейчас ты не можешь идти. А после, после пойдешь за Мною. Вот тогда, что же Иисус имел в виду? Смотрите, что начинает тут пороть Петр. Он просто выкладывает, просто какой Он есть. И нам сразу становится понятно, почему Он не готов к небесам. Петр сказал Ему, Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя. Вот она, Иисус, ты был прав. И Иисус отвечал Ему, душу Твою за Меня положишь. Истинно, истинно, говорю Тебе, не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды. Вот, Петр, ты не готов. Что-то должно быть сломлено в твоей жизни. Ты слишком самоуверен. В тебе много плоти. Ты веришь Бога так же, как верил Моисей. По плоти он взял и убил египтянина. Знаете, это было сделано ради Бога. Это была ревность, но это неправильная ревность. Да, Бог ее тоже засчитывает, что человек борется за Бога. Знаете, как и апостол Павел, который убивал церковь, он думал, что он этим служит Богу. Это неправильно, это плоть, это грех, даже так можно сказать. Но это все как бы мотив, мотив правильный, что это было сделано ради Бога. И поэтому Иисус, видя мотив Петра, что все-таки Петр, он любит Иисуса, но по плоти любит. На вечере, потом после своего воскресения, он обратился к нему и сказал, Петр, ты меня агапы. Знаете, что Петр? Он понял, что Иисус имеет в виду. Петр отвечает ему, Иисус, я тебя филио. Опять Иисус у него спрашивает, Петр, ты меня агапы. То есть, в греческом языке есть три вида любви. Есть безусловная любовь, которая готова на любую жертву. Это любовь матери к ребенку, вот скажем так. Мать ради ребенка отдаст все, жизнь отдаст свою, понимаете? Вот это любовь Бога к человеку. И Иисус, когда спрашивал, он задал именно в таком тоне вопрос, Петр, ты меня безусловно любишь? Или только на условиях? А Иисус говорит, а Петр отвечает Иисусу, говорит, я тебя люблю просто как друга. У меня платоническая любовь. У меня просто компанейская. Мы друзья, мы вместе, мы братья. Понимаете, он не мог сказать, что да, Иисус, я безусловно тебя люблю. Да, я действительно, я понимаю, что я говорю. И так он, знаете, А Иисус ему говорит, тогда делай вот это. Если ты меня любишь, тогда делай мое задание, которое я тебе говорю. Не то, что тебе нравится. Я знаю, что тебе нравится рыбалка. А я тебе хочу дать другую рыбалку, людей ловить. И Иисус видел самоуверенность Петра. Я бы сказал так, что в народе говорятся понты. И сказал ему, что сейчас он еще не готов к небесам. Не готов. А после Петр обязательно придет туда. Что после чего? После того, как Петр отрекся, он понял, кто он. Он понял, и все его сразу, вот эти крутизна его, вся напыщенность, вся самоуверенность. Знаете, мы иногда можем быть уверенными в Боге, а иногда можем быть самоуверенными. И это разные вещи. И Петр, он был очень самоуверен. Он всегда был первым. Петр первый. Он всегда отвечал за всех. Иисус спрашивает, за кого меня люди почитают? Петр, отвечая, в Библии написано так, Петр, отвечая, сказал. Понимаете? Петр всегда был лидером. Всегда был лидером. И вот с таким характером, на небо, наследить и испачкать небо, знаете, это такое, знаете, как хам, как будто попал на небо, такой, знаете, думать, что ему все можно, знаете, за деньги сейчас все куплю здесь, подкуплю Бога, там, если что, у меня не так. Нет, Петр, слушай, здесь совсем другой мир. Здесь все любят друг друга. Здесь все уважают друг друга. Здесь такая радость. Здесь нету таких понтов. Здесь отец уважает сына. Сын уважает отца. Сын уважает Духа Святого. И Дух Святого уважает сына отца. Понимаете? Там нет такого соперничества. Я главный. Вы все поняли меня. Как подготавливаться к небесам? Хороший вопрос. Вот мы живем и думаем, нам надо проповедовать Евангелие. Надо проповедовать Евангелие. Но, во-первых, тебе нужно самому, себе проповедовать Евангелие. Тебе нужно готовиться к небесам, размышляя о них. Как мы готовимся к небесам? Мы размышляем о них, исполняя волю Небесного Отца. Общайся со Святым Духом. В Библии написано, чтобы мы имели общение со Святым Духом. Возможно ли просто так попасть на небеса? Возможно ли вот так просто взять и попасть на небеса? Вот просто сейчас попробуй попасть на небеса. Ты не знаешь, где они. Единственный проводник, кто тебя может отвезти на небеса, это Святой Дух. Это сам Господь. Он сказал, Иисус сказал, я иду и приду и заберу, отведу вас. Когда человек умирает, послушайте, он не может сам лететь на небеса. И Бог такой говорит, давай триллион километров, лети ко мне, на небеса я тебя жду. Нет. Все Богом организовано, транспорт, все, ангелы там, я не знаю, труба, все, все классно, все с доставкой, ты прям попадаешь на небеса, без всякой боли, сплошная радость. Достаточно ли просто верить в существование Бога, чтобы попасть на небеса? Я хочу, чтобы многие люди, верующие, которые легкомысляно относятся к слову Божьему, и у них, знаете, такая вот сплошная любовь, Бог нас любит, нам ничего делать не надо, Он все сделал, Он все позаботился, все мы будем на небе, все мы под Богом ходим. Я хочу сказать так, что Иисус так никогда не учил. Матфея 7 главе, Он сказал, в 21 стихе, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Мы разве видим Иисуса на земле, который живет как хочет, делает что-то хочет, спит сколько хочет, потом такой встал, что-то надоело мне спать, пойду-ка я, слушай, надо же людей как-то спасти, понимаете? Никогда у Иисуса такого поведения, Он был дисциплинированный, Он общался с Отцом и знал, когда чего делать. Почему? Он исполнял волю Отца, Он знал, зачем Он здесь. Мы так живем, как будто у нас вообще нету Господина в жизни, как будто Отец наш, знаете, такой добрый, такой деньги всегда дает, знаете, такой, иди там повеселись, нет, Он тебя благословляет, Он тебя любит, но Он тебе и задания дает, Он дисциплинирует, и наш пример, на кого нам нужно равняться, это старший Сын Бога, Иисус Христос. Слушайте, Он никогда себя так не вел, Он конкретно занимался трудом Божьим, поэтому написано, что вид Иисуса Христа был обезображен хуже всякого человека, Он был обнаженным на кресте, Он без трусов был на кресте перед всем миром, а был опозорен перед ангелами, опозорен, и Бог позволил этому случиться. А чему еще Бог позволил случиться в жизни Иисуса Христа? А то, чтобы теперь Бога звали Иисус Христос. Имя Бога, Иисус, когда мы призываем, мы не видим в Новом Завете, чтобы призывали еще какое-то имя, мы видим, что все делается через Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа покорять вере все народы. Бесы выходили во имя Иисуса Христа, исцеления происходили во имя Иисуса Христа. Бог так решил, Бог запланировал. Иисус был унижен, теперь Иисус возвышен выше всякого имени, на небесах. Оказывается, недостаточно просто говорить Господи, необходимо слушаться Отца Небесного, исполнять то, что Он говорит. Это слово относится к верующим, которые лентяи, которые живут на легке и ничего не делают. Те, которые думают легкомысленно, и вы думаете, что вы верующие, и на каком основании вы попадете туда. У вас должно быть четкое, твердое основание. Когда вы пересекаете границу, вы должны показать документ, ваш паспорт, который удостоверяет вашу личность. И вы должны показать визу. И вы не можете сказать, да я просто, я человек, я полноценный хозяин, как бы, житель планеты этой, я где хочу, там и хожу. Тебе быстренько на таможне объяснят твои права. Если ты будешь нарушать, если ты будешь вообще что-то другое говорить, если ты скажешь, мне виза не нужна, тебе скажут, мы тебя арестуем, у тебя будут проблемы. Слушай, ты не можешь попасть на небо, вот так вот говорить. Да, Бог меня любит, Бог меня позовет на небо. А ты-то любишь Бога, Бог-то тебе дал заповедь возлюбить Его. Если ты не исполняешь эту заповедь, ты грешишь. Итак, стих, на котором я хотел бы акцентироваться, это Колоссянам 3 глава, 1 стих. Итак, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, туда, где Христос сидит, по правую руку от Бога. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта вместе со Христом в Боге. Ваша жизнь, Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе. Вместе с Ним. Ты не можешь жить без Него. Итак, что мне как верующему, как мне готовиться? Мне нужно размышлять о небесах, мне нужно думать о том, куда моя жизнь идет, что я иду на небеса. Да, я точно уверен, что я не иду в ад, но этого недостаточно. Я должен готовиться к небесам, я должен быть вежливым, я должен меняться. Давайте вспомним, когда апостол Павел ходил, проповедовал, он встречался с неверующими людьми, он встречался с колдунами, он встречался с разными грешными людьми, и написанные их жизни менялись. Туда приходил Иисус в виде Павла, и там происходили перемены, и они становились христианами, их жизни менялись, их характеры менялись, их поведения менялись, мышления менялись, и мы видим, что церкви, они умножались. Так же и в нашей жизни мы должны меняться, когда мы приходим к Богу. Небеса это реальное место, это то, реальный мир, куда мы все идем. Просто задумайся и позволь Духу Святому повести тебя на небеса в твоих мыслях, потому что Павел призывает нас, и так, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, стремитесь к небесному, туда, где Христос сидит по правую руку, начинай размышлять, начинай представлять небеса, позволь Духу Святому рисовать картины тебе о небесах. Почему нам необходимо размышлять о небесах? Это вдохновляет нас жить для Бога и стремиться туда. Иногда мы действительно можем быть сильными вере, иногда можем слабыми думать, все, ничего не получается, все как-то не то в жизни. Ты можешь унывать, начать, просто допустил какие-то, не помолился, не пободрствовал, я не знаю, перестал как бы, потерял фокус, цель потерял в жизни, и ты можешь начать просто как бы унывать. И унылый дух, он сушит кости. Но тебе нужно настраиваться на небеса. Вот давайте такой приведем пример. Вот вы собираетесь поехать в отпуск, да, каждый из нас наверняка ездил куда-то, отдыхал там на море, да, и вам первая мысль приходит, какая? Слушай, поеду туда, на море, допустим, да, в такую-то теплую страну. Первое, к вам приходит мысль. И с этой мысли начинается все. Вы полностью теперь заняты, захвачены этим, этой поездкой. Вы начинаете изучать все о той местности. Вы начинаете смотреть, заходите в интернет, начинаете гуглить все, где что находится, да, какой язык там, какие деньги там. Вы собираете чемоданы, в своих мыслях вы уже там. Вы еще здесь живете, в холоде, еще здесь, но в мыслях вы уже там. Вы забронировали жилье, вы позвонили туда, вы забронировали жилье, вы купили билеты на самолет, вы даже заказали такси, у вас такси уже заказано, и вы считаете месяцы и дни. Было так в нашей жизни? У вас внутри радость и предвкушение. Просто представьте, это поездка двухнедельная, или недельная. И вся ваша жизнь настроена уже на эту поездку. Это приоритет. Все, вы захвачены, вы уже как будто кушаете, вы уже как будто там. Послушайте, нам нужно отнестись к небесам еще более серьезно. Я вам скажу так, небеса – это святое место, и ничто нечистое туда не войдет. Ничто нечистое, задумайся, туда не войдет. Тебе, у тебя не должно быть никакой контрабанды с собой. Никакого непрощения – это контрабанда. Не пронесешь туда. Вместе с контрабандой арестовывают. Знаешь, на границе, если ты везешь контрабанду, они не говорят так. Так, контрабанду мы забираем, а ты проходи, ладно. Нет, ты ответственный за контрабанду. Есть непрощение – контрабанда. Или, как в народе говорят, контрабаз. Есть еще какие-то грехи – контрабаз. Все. Зачем ты верил в Бога? Вообще непонятно. Если ты до сих пор не научился ни прощать, ни жертвовать, ни любить. Послушайте, на небесах, я вам скажу, сплошная любовь, если у нас нет любви, если у нас нет любви, возможно, такое, и у нас и нет ее. То, что нам там делать? Если нам неинтересно с Иисусом проводить здесь даже час в день, послушайте, там мы вечно вынуждены будем проводить это время с Ним. Там другого нет. Уж меняйтесь вы. Уж меняться мы должны, а не Бог должен меняться. Не небеса будут под вас меняться. Как написано, знаете, не то, что написано, кто-то сказал, что на небесах для каждого есть корона, есть награда. Но наша голова еще не подходит под эту корону. Ее надо стачивать. Она еще не готова. У корона есть форма. И поэтому, знаете, как у Петра. Иисус ему сказал, ты будешь сидеть в славе на престоле, на двенадцати престолах сядете. Но Петра голова была большая слишком. Что-то в характере было такое непонятное. Нужно было обрезать ее. Мы готовимся к небесам качественно. Нам дам помощник Святой Дух. Святой Дух нас соединяет с Иисусом. Именно Святой Дух соединяет нас с Отцом. И знаете, что мы сейчас можем слышать об этом как будто о постороннем. Мы как посторонние слышим. Но я скажу так. Мы должны это слово принять как родные. Мы должны Бога принять как родного. Мы должны принять небеса как родные. Когда мы придем на небеса, мы увидим, сколько родни там у нас. Сколько родни там. Того же Авраама, того же Моисея. Он тебя обнимет. Тебя сам Иисус, Господь Иисус, сам Отец обнимет как родного. Ты будешь думать, я не понял, что меня все обнимают, целуют. Тебя все знают на небесах. Ты думаешь, ты скрыт. Ты думаешь, ты один. Ты одинокий. Ты такой, знаешь, забытый всеми. На небесах все нормально. Ты числишься. Если ты искренний христианин, если ты поверил в Иисуса Христа, принял Его жертву, начинай думать о небесах теперь. Пусть нас Бог благосовит во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте сейчас помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok